Почему-то партия так решила, страна так решила. Бережет людей от электронной музыки. Конечно, лучше ж милаться с ним. Интересно. Ну а что интересно, ты задумайся. У нас страна песенная, понимаешь? Нам нужны слова. Тебе никогда не подходили на корпоративе или просто в диджейсинге? Со словами поставишь? Ко мне подходили на дискотеке и говорили, а можно с битмом музыку? Вот. У нас люди песенные, нам надо слова про любовь, чтобы сих пор им обнялись и подпевали, понимаешь? Вот чего надо. Какой там техно-электрон? Там же не поют. Вообще непонятно, что это. Мне кажется, песни везде любят, и в Польше тоже. Как-то по ментальности не тревожат. Ну, получается, славяне все-таки тоже, но там посвободнее умы. Даже с советских времен там посвободнее немножко. Про Германию я вообще не в песенности, а в свободе. Нет, это широкая русская душа. Нам нужны слова, понимаешь? Девочки должны поплакать про несчастную любовь. Мальчики должны там отрасно рабочий класс, понимаешь? Попухать и нормально так. Возможно. Что, неправильно, да? Может быть. Может быть. Возможно. Про Казантик. Что интересно? Много вопроса. Подковырный. Нет? В интернет зайди, как там написано? Разврат, сборище разврата, наркоманов и чего-то еще. Ну, вы же наступали на Базантик? Слав всегда. Нравится не только слав? Нравится сборище? С 2011 года уже нет. Ага. Перестало? Ну, уже такой украинский танцевально-торгово-развлекательный центр. Там только казино надо еще поставить. Потому что украинки в вечерних плачет, на кабулках по песку уже ходят. В вечерних плачет, реально, да. Казылянки у меня есть. Надо казино еще и будет там. Там все закончилось. Там только деньги. Музыка там же закончилась. Ну, по лайна-пу и соревнованию, с каждым годом, мне кажется, лучше будет. По крайней мере, иностранных артистов. Ты там давно был? Да, в прошлом году. Каждый год? Да, в прошлом году и не было. В прошлом году и не было. У них там есть какие-то внутренние междоусобицы? Спирит, то-то что. Да, дело не у меня в том, что заходишь на территорию и не понимаешь, куда ты попал. Самый главный вопрос, а где же музыка? Ну, это у меня. Попытки сделать западный вариант фестиваля музыки столкнулся как раз вот с этой ментальностью, что за границей, там, на Криву приходят всех дедов в свободной одежде танцевать, а у нас все равно делают прическу девушке, каблуки одевают, там выход в свет, да. Есть такое, но все равно какая-то отдушина, по крайней мере, для россиян. У нас подобного мало происходит, и соединив это с отдыхом на море, все равно плюс. Ну, в целом, да, но я бы хотел, чтобы то, что было в 2001-2002 году, в 2002-м, вот если бы оно продолжалось, вот это было бы интересным. А то, во что это переросло сегодня, ну, мне кажется, это уже как-то мало интересным. А то же надо, а больше ничего подобного нет, согласен. Как ты относишься, вот ты музыкант, продаются где-нибудь твои треки официально? Нет. Нигде? Задачи такой никогда не было. Диджей скачивают в России практически 90% треки бесплатно. Как ты относишься, это нормально для вас или все-таки? А это вопрос даже не диджейства, а музыки в целом. Ну, хорошо это или плохо? Я уже ответил раньше на это. Как она досталась, так ты ее и ценишь. Керабайт скачал, ну, ладно, не понравилось, стер. Нивелировалось понятие музыка как-то каяния. Ну, вот таким образом, получается, если ты платишь за музыку, ты ее ценишь, и кайнула твою коллекцию... Ты делала не в том, что ее ценишь. Просто, если она тебе вот так просто... Не то, что упала с неба, да, но... Вот никак, вот она тебе пришла, и ты не... Ну, вот она просто пришла, вот трек вот этот пришел. Ты его просто выкинул про него и забыл, и все, понимаешь? Но если бы ты потратил какие-то, не знаю, дивями, наверное, вряд ли это можно измерить. Тут, наверное, какие-то другие понятия. Ну, пусть даже дивями, но если бы ты за нее заплатил, и... Нет, скажу по-другому. Мы сейчас живем в мире пересыщения. Это самое страшное. Вот, наверное, вот здесь нужно искать. Дело даже не в дивями, заплатил ты или нет. Просто пересыщение. Просто столько много всего, что... И, причем, касательно всего. Всего очень много. И вот во всем этом найти какие-то жемчужины уже сложилось. Тоже. Ну, и ценность музыки, она нивелировалась, потому что... У тебя есть компьютер, ты выпустил трек, ты его продаешь на битфорте, ты крутой, ты музыкант, все. При этом ты не знаешь ни нот, что такое сильная слабая доля, не знаешь, вообще ничего не знаешь. Ты вообще никто, но ты музыкант. Криэйтор. Тип-топ. А пластинки покупаешь? Что ты имеешь в виду? Есть коллекция у тебя дома? Есть пластинки, катушки. Я покупаю, допустим, до сих пор пластинки. Ну, вот с той музыкой, которая мне интересна. Это какой-то фетиш, скорее всего, я думаю, но... Я просто слишком тяжело уже возить с собой. Или битро пластинок. Это очень много весит. Это как бы раз... Ну, пластинки, наверное, нет, я уже не покупаю. Пластинки нет. Для коллекции, приятно. Ну, какая коллекция там есть, да. Покупать нет. Спор о том, что... Я получаю, как бы, промо, бавы со всего мира. От лейблов, от музыкантов. Я не качаю бесплатно вот это вот. На ВКонтакте я не качаю музыку. Музыка из какого диджей ВКонтакте. Диджей ВКонтакте. А как вы относитесь к тому, что ВАВ или МП3-320? Споры тоже часто. Нет, это очень сложный вопрос. Нужно начинать от звука, который мы слышим в клубе. То есть, ну да, и звук может испортить в том числе и ВАВ. Ну, если плохой звук в клубе, там все равно. МП3-128 или ВАВ, или Венео. Ты никакой разницы не услышишь. А так, я, конечно, только за Венео. Ну, самый-самый низкий, куда можно опуститься, это ВАВ. Это компакт-диск. То есть, ты играешь с ВАВ? Да. МП3 нет? МП3 нет. Классно. Присылают треки тебе на полу-человек. Да, за мной опросов. Ну, сейчас хорошо. На некоторых сайтах можно и ВАВ покупать. В том числе и на битборте. Ну, и на битборте можно покупать. Да. Может, вопросы какие-то у кого еще есть? Мы общаемся. Это вот основная. Лучший клуб для тебя. Может, мечта. Или был такой в России, или где-то. Ну, вообще, где-то бывал. Ну, сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Наверное, лучший пачок. Лучший пачок. По светоэффектам, по звуку. По звуку начнем. По звуку. По звуку это Германия. Германия? А ты разбираешься вот в клубном звуке? Такой хороший, такой плохой. А ты разбираешься? Ну, на уровне, там, любителя. Ну, я на уровне любителя. Ну, как-то вот. Ну, когда, допустим, мне приходят, мы строили один клуб, и пришли такие бородатые звукорежиссеры и говорят, что мы вам подставим звук ХН. Я говорю, а что за марка? Английская марка, ее в России нет, она стоит только в Кремлевском дворце съездок. Я говорю, знаете, я был в Казантипе на ИДЦе. Там вот есть Турбосаунд звук, так далее, Джи Би, там, Инфранкшн Лан. А вот вашей марки нет. Они говорят, но с точки зрения отражения от стен, там, что-то такое, количество децибел, это лучший звук в мире, который не стоит в никаких клубах. Ну, я промолчу, потому что я некоторое время работаю на профессиональной осетно-звукорежиссера, и я немножко понимаю, о чем идет речь. Клубная музыка требует немножко своей, у нее свои законы звукопостроения. И если ты настроишь звук в любом клубе, там, под рок, а потом включишь техно, звука не будет. Ну вот, есть какие-то компании, которые именно ориентированы на клубное звучание? Ну, ты их включишь, да? Вот эти, да? Турбосаунд, да, прижим. Хорошо. Вопрос еще, как настроить? Вот это тоже, да? Какие провода? От этого, это вообще, ну, на радио. Какой человек, с какими ушами этот звук не делает. Потому что фэншел-ван, он, я рассказывал, зашел чуть-чуть, не умеет. В фэншел-ван, да? Где? А, в каком-то клубе, да? Да, в каком-то клубе. Ну, точно так же, как у нас купили фэншел-ван для караоке. Ну, нормально, для караоке-то подходит. Ну, да, что там не подходит. Когда дискотеку включают, там хорошо. Такой вопрос, мне интересен тоже, как дежакею, у которого это хобби, и на жизнь этим заработать, по крайней мере, в Казани не получается. Возможность совмещать творчество и, так сказать, творчество и деньги. Очень часто у меня молодые дежакеи, которые приходят обучаться, спрашивают. И я теряюсь, если честно, что им сказать. С одной стороны, я могу им сказать, что занимайтесь только музыкой. Молодым диджеем надо говорить, не становитесь, ребята, диджеем. Идите, строите дома, выращивайте кукурузу, продавайте. Не надо туда. Я с этого то же самое начинаю. Не надо туда ходить, не надо. Это совершенно безденежный мир. Они говорят, а как же Карл Кокс? И тут я говорю, что Карл Кокс, это примерно, ну, если ты станешь имя низким чемпионатом. На это отвечают, знаешь, как я всегда отвечаю, когда говорят, а как же пол-окенфольт? Я говорю, говорю, и вы понимаете, в Лондоне, ну, минимум тысячи три пол-окенфольта. Но только один стал пол-окенфольт. Это, во-первых. Во-вторых, если мы говорим о пространстве, экс-СССР пространстве, то, может, непонятными прозвучат мои слова сейчас, у нас в нашей стране нет ни одного диджея. Ни одного. Потому что ни у кого нет никакой команды. Знаешь, что? Питон. Да. А знаешь, что такое питон? Владимир Ильич? Это 64 человека. Банда у него целая. Это 64 человека. У нас у диджеев, в лучшем случае, есть только директор. На этом все заканчивается. Поэтому у нас нет диджеев. Это все любительство, доведенное до каких-то там норм и прочее. Несмотря на интернет, несмотря на все остальное, в мире не существует русских диджеев. Для всего мира русских диджеев нет. А ты много знаешь монгольских диджеев? Монгольских нет. Вот так же в Нермании знают о России. Понимаешь? Точно. А как они попадают в Топ-Стон, Бобина, Фил? В топ-у голосование? Я промолчу. Хорошо. Ну, а Дениса и слышал такого персонажа? Я тоже промолчу, если ты сам не понимаешь. Нет, я понимаю, но это невозможность, допустим, при помощи денег, развивать культуру. Он же не коммерческий. Если бы еще к деньгам был вкус, все равно посетите жокеев, устраивать мероприятия. Мало у нас, все равно единицы так делают. Не для микрофона. Хорошо, а почему нет диджеев из России, которых знают в мире? Потому что у нас этой культуры нет, как я говорил. Ты включи телевизор, включи радио. Да сколько диджеев? Да, диджеев, фонарь, и что? Фонаря показывают на МТВ? Санчис. Или что? Пока нет. Ты не понял, разве, что я тебе сказал. У нас этого нет. Для нас это есть. И для миллионов людей, которые ходят в клубы, это есть. Но в стране этого просто нету вообще. Опять же. Глубокий андеграунд. Глубокий андеграунд, совершенно верно. Джаза, Джаза же тоже нет. В стране это мышиные вознятики эти получаются. Да, да. Ты знаешь, опрос прошлого года, не в 74-м, а в Америке ходил репортер, останавливал в Нью-Йорке людей и спрашивал, это учки. В прошлый год есть интернет, есть вообще все, уже есть. И человек спрашивал, как вы себе представляете типичного москвича? Потому что в Америке люди думают, что есть только один город, Москва. А все остальное, пивки там, я не знаю, леса, поля, белые медведи. Так вот, традиционный ответ. Я сейчас не шучу, если вы этого не слушали, то сами не шутки. Типичный москвич в тюбитейке, в тех зубых сапогах, на верблюде. Это вот отверстия прошлогодней Америки, люди вот так представляют, кто и как здесь живет, а ты говоришь о каких-то диджейках. Ты понимаешь, что в Венгрии есть своя Алла Пугачева, ты это знаешь? А ты знаешь эту Алла Пугачева? А вот Майкла Джексона даже не кривком дослушает. Вот и все. Ну это проблема менеджмента получается, достройки. Это проблема культуры и очень-очень новая во всем. Понимаешь, если говорить о поп-музыке, даже если говорить о поп-музыке, все вот эти наши звезды, которые днем и ночью показывают по телевизору, за исключением там, может быть, каких-то отдельных песен, ну сейчас уже немножко научились, да? Но никто не затягивает до мирового уровня. До мирового уровня. Никто не затягивает. Потому что, может, для кого-то будет откровением звучать, но это не только мировое мнение. Вся наша вот эта вот звездная, вот эта байда, это сельская самодеятельность, основанная на частушках, ребята. На мирового уровня, где-нибудь еще? На мирового уровня, да. Это сельская самодеятельность, не больше, не меньше. Вот именно вот ты имеешь коммерческую музыку. Я не удовлетворю, но показываю свою телевизору. Классика, это на мировом уровне, да, мирового? Мирового уровня. Я уже как-то. Да, пессимистический какой-то настрой у нас получился. Ну как есть. Надо менять. Ты спросил, я ответил. А меня это не касается, я в своем деле живу нехорошо. Я телевизор не смотрю, музыка не слушаю. Важный вопрос. Про заработок, да, конечно, они диджеи, но вы говорите, что российские диджеи, да, они там, ну, остановитесь, они заработают. Еще раз, что же? Не остановитесь диджеями, потому что там нет заработка. По-моему, такая была речь. Нет смысла остановиться диджеями. Смысл, да. Просто нет смысла этим заниматься, ну, это как бы, ну, ради денег этим не стоит заниматься. Вот сопутствующий вопрос, я не знаю, может, они просто наиболее раскручивают, вот, допустим, диджей град, да, чтобы его привезти в Казань, он просит, ну, колоссальные суммы достаточно. Я думаю, ему этому на месяц-то на два-то точно хватит. Это я только минимум какой-то знаю. Ну, ну и что? Вот, у него получается зарабатывать. Причем многие диджеи тот же фиш, да, есть музыкальные магазины, у него диджеи, если он резидентствует в клубе, у него музыкальный магазин. Сейчас уже нет смысла, ну, ну и что, ну, а вопрос в чем? Вопрос, зарабатывать, зарабатывать-то получается можно все-таки, если у тебя все получается, ты в своей тарелке-то. Я, пожалуй, воздержусь от ответа, потому что ты сейчас упоминал людей, я не обсуждаю коллега, просто это раз, как бы закон это не писать. Вот, я бы мог ответить, но я промолчу. А вот по поводу того, что зарабатывать, да, давай спросим немножко по-другому. Сколько диджеев сегодня в Москве? Наверное, в Клубках. Вот как ты думаешь? Вот как ты думаешь? Очень много, скорее всего, даже тех, которых я еще не знаю. Ну, ты понимаешь, что их там тысячи диджеев, понимаешь? Вот в каких-то клубах, в спальных районах, которые Ау-Пугачеву крутят, понимаешь, там для гастарбайтеров. Он же тоже диджеев, понимаешь? Так вот, ты сейчас, сам себе ответил, зарабатывает один, а тысяча нет. То есть я вот примерно точно так же говорю, когда они говорят, а я хочу стать как Ван Бюро. Я говорю, блин, становись. Не вопрос, это у тебя, как сказать, возможности столько же, сколько стать олимпийским чемпионом в каком-либо. Ребята, вы забываете об одной простой вещи. Если говорить как о профессии, опять же, я уже сказал, у нас диджеев нет. Это люди, которые повернутые на музыке, которые этим занимаются и как-то не умирают с головы. Это раз. Вторая сторона медали. Каждый второй на планете Земля не может быть музыкантом. А диджей, это поставь знак равенства. Он тоже музыкант. Понимаешь? И, соответственно, каждый второй не может быть диджеев. Понимаешь? Потому что диджеев, это не просто. Я тебя за неделю научу сводить. Расскажу тебе слабую, сильную долю. Покажу, что такое эффекты. Расскажу, как будет. Понимаешь? Но если у тебя есть слух и чувство ритма, ну, через месяц ты будешь сводить. Будешь сводить. Ты скачаешь в интернете, я не знаю, там, 5000 треков. И все. Через месяц ты диджей. А у меня вот вопрос. А диджей нет? Ну, не, парень. Вот и все. Можно еще один вопрос? Такая уж традиция, если ты перец. Задать вопрос. Откуда Михаил Матсен Ландерс? Ну, это к диджейнику не имеет никакого отношения. Это радиоистория. Просто программному директору, это был 95-й год, я работал на радио Рокс, и программному директору показалось, что у меня в эфире голос финско-шведско-надвежско-прибалтийским акцентом. А я уже выступал под своим именем пять лет, меня знала просто вся страна, понимаешь? И вот он месяца два. Давай тебе приду и сиди в Сиданине. У тебя надо, чтобы ты был каким-то там немцем, фоманцем, да. Я говорю, слушай, ты с ума сошел? У меня вся страна знает, пять лет я работаю на радио, уже на многих радиостанциях работаю, и тут я вдруг стану какие-то там ебаном, ты вообще как-то себе представляешь? Вот почему он меня достал до канала, и я просто стал Мартином Ландерсом. Вот и все исходы. И как просто так и взяли, вот Мартин, ладно? Я просто так сказал, я говорю, слушай, я достал, ты Мартин Ландерс, все. Это же такая непопулярная фамилия, откуда он стоит? Ну, на ум просто пришло и... С космосом. Не знаю, с космосом, нет, просто так сказал, и не все. Такое просто, творчество и семья, совместимые, понимаешь? Смотря какое творчество и какая семья. Музыкальная. Что ты мечтал музыкально? Ну, играть на гитаре или играть в педагогу? Костероли, семья. Ну, я как тебе говорю, смотря какое творчество, смотря какая семья. Семья тоже равная. Совместима? Ну, не знаю. Не сдержался. Не знаю. Это у вас местами, да, а здравия нет. Нет, если ты мечтал про меня спрашивать, у меня все нормально. Все окей. Ну, отлично. А творчество и здоровье, как тебе удается совмещать? Ну, чем старше, что и будет. Тяжелее. Тяжелее что? Тяжелее, что прилетел, сегодня же играть, и завтра летел. Ну, и только вот это. Тяжелее. Что, самолет? Раньше до Балты бывали. Надо заниматься здоровьем. Занимаюсь? Да, я буду. Так, еще какие вопросы? Можно я еще один? Да, конечно. Такой вопрос. Диджейство и гастроли, это у вас шаштановой зарубок, если или есть еще какое-то направление, ну, какое-то направление, где вы зарабатываете деньги? Ну, как бы я еще работаю на мае, вот и все равно. А то есть все, что с музыкой связано, да? Только с музыкой. То есть нигде не менеджер, там, не владелец какой-то... Исключено, и это невозможно. И, самисто, есть резиденция в каком-то клубе там, именно в одном, вы считаете, резидентке, есть такое понятие? В клубе, в клубе, в клубе нет. В клубе нет. Рестораны, кофейни, диджей-кафе, да, клуба нет. То есть большие площадки вы имеете, да? Так, потому что ты... Нет, маленький. Нет, я имею ввиду, в диджей-кафе, да, в ресторанах, да, резидент. Очень много лет, и практически, как бы, ну, с конца 90-х очень много места. А в клубах, ну, было раньше, когда город был, когда Нео был, был клуб нормальный, был у резидентов. На крыше мира был резидент, там некоторые люди, да. А Слава такой клуб, понимаешь, был классный, был клуб. Слава был очень странным клубом, очень странное место. Меня туда звали, я туда ни разу не приехал. Я туда ни разу не приехал, потому что там было совершенно фантастические условия. То есть это мы еще работали с винилом. Вот. И я до сих пор не знаю, как это понимать. Вот. Но закон был такой, ты приезжаешь туда, тебе платят гоморар, и тебе платят за все постелки, которые ты привез с собой, и все эти твои виниловые постелки, с 30 рублей. Поэтому это ни разу не выступал. Такие условия там были? Да. И даже у иностранцев выгруппали, да? Ну, иностранцев не знаю, но вот по поводу наших. Ты приехал с полной съемкой, назад уезжаешь с полной сумкой денег. Но вот, извини. Интересно. Какой-то хозяин интересный там был куплен. Ну, я до сих пор не могу найти этому какое-то оправдание, понимание. Но это вот факт. Слава очень странная в доме. А вот из московских заведений, какую тебе вот сейчас... Ты ходишь вообще по вечеринкам, по клубам? Ну и хожу, и играю, и работаю. Потому что я редко хожу, на самом деле только играю. Нет, я хожу редко. Я вот только если не работаю, хожу. А так я уже давно не хожу. У меня полно домашней компьютерной работы. Просто, да, это не от времени. Это уже просто ходить по тусу. И вот, какой клуб из московских, с технической точки зрения, интересный? Технической? Да. Ну, наверное, крышей, 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 крышей. Я буду говорить, что это большой, как клуб. Да, большой, на 2,5-3 тысячи человек. Так, ну, у меня, в принципе, все. Есть у вас еще один вопрос? Ну, значит, все, всем спасибо. Все, готовимся к пати. Всем спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, заболтали вы меня, да? Спасибо.